У нас была привилегия с семьей, с друзьями поехать в холодную, дождливую Калифорнию, поэтому мы рады вернуться в солнечный и теплый Вашингтон. Евгений, я вам сочувствую, брат, передавайте привет церквям в Сакраменто. На самом деле действительно так получилось, что проезжая в Лос-Анджелес и Сакраменто было холодно. Оказывается не очень большая разница в температуре, то что было здесь и там. Сегодня я вместе с вами хотел бы кратко, но все-таки продолжить и осветить важную тему, тему, которую мы начали изучать уже больше месяца назад, это тема о 10 заповедях. То есть мы берем 10 заповедей, мы разбираем каждую из них и как часть вступления, если вы с нами сегодня в первый раз здесь или вы пропустили некоторые из этих проповедей, то я хочу вам дать краткий обзор того, о чем мы говорили. Прежде всего мы говорили о том, что под законом ли мы живем сейчас или мы все-таки живем по благодати. И как вы помните, это была наша вступительная проповедь, когда мы говорили, что мы живем по благодати и мы жили по благодати, и что 10 заповедей это описание жизни верующего человека, который живет по благодати. «Ведь не исполнение самих заповедей спасает нас, а вера в Господа, что исполняя эти заповеди Господь по своей милости прощает нас, благословляет нас и вводит нас в свое тело». Мы также говорили более детально о каждой из заповедей. Мы говорили о первых пяти. Кто помнит первая заповедь какова? Какова первая заповедь? «Я Господь», чтобы других богов у вас не было, да? То есть «Я Бог». Вторая заповедь, кто помнит? «Чтобы не было идолов, не идолопоклонничеству, не делая себе разных изображений». Другими словами, «Не бери Бога и не сокращай его, не делай его меньшим, чем он есть, или не заменяй его чем-то другим в твоей жизни». А третья заповедь, какова была третья заповедь? «Не используй зря имя Господа своего». То есть мы говорили о том, чтобы, когда мы называем себя христианами, мы можем зря использовать имя Господа. Приводя его как свидетеля того, чему мы делаем, мы говорим о том, что Бог знает все наши помышления, все наши желания, все побуждения сердца. И мы также говорили о том, что мы не даем сейчас клятву, как христиане, потому что наше слово «да-да», «нет-нет», оно свидетельствует о том, что Господь всегда с нами и всегда свидетельствует о том, что Он знает наши мысли, наши побуждения сердца. Даже если человек, которому мы даем это обещание, он не знает о том, что мы это обещание нарушили. Господь знает. Четвертое заповедь. Хадис собрания в воскресный день. Мы говорили о субботнем дне, мы говорили о том, что мы как церковь не празднуем конкретный день в субботу, но мы говорили о том, что даже воскресенье не является заменой субботы, а о том, что наша суббота – это Иисус Христос. Помните, когда Господь создал все творение в первых шесть дней, на седьмой день Он отдыхал, Он наслаждался, Он отдыхал своим творением. Так вот, если Иисус Христос – это наша суббота, здесь говорится о принципе того, что мы находим наш покой, наш мир, наше удовлетворение в Иисусе Христе. И мы делаем это не в какой-то конкретный день или в какое-то конкретное время, а мы делаем это постоянно, и мы призваны делать это всегда. Последняя заповедь, о которой говорилось в прошлое воскресенье, какова она? Почитая отца своего мать, и, насколько я знаю, брат Михаил проповедовал на эту тему, на первом служении брат Дмитрий Кваснюк проповедовал. Мне очень понравилось, о том, что его отец Николай как раз переводил его с английского на русский в этот же момент. Поэтому я думаю, что Дима немного переживал о том, как бы ему сказать что-то не так, чтобы папа его правильно перевел. Но тем не менее, вот эти пять заповедей, о которых мы детально говорили, и сегодня мы будем говорить вместе с вами о шестой заповеди. Какова шестая заповедь? Какова? Не убивай. Не убивай. Так вот, я вам хочу сказать, что эта заповедь, она поверхностна, она очень проста. Не убивай другого человека, и ты исполняешь эту заповедь. Просто, не правда ли? Ты либо убил кого-то, либо не убил кого-то. Просто. На самом деле, это не так просто. Скажите, поднимите руки, кто из вас здесь присутствующий сегодня убийца? Кто-нибудь есть? Вроде бы никого нет. Споверхностно все просто. Мы все исполняем эту заповедь. Но на самом деле, перед тем, как мы поговорим о том, почему эта заповедь все-таки относится к нам сегодня, и почему она важна, и каким образом она относится к нам сегодня, нам нужно получить определенные определения слова убийства. Дело в том, что в русском языке, я не знаю, как так получилось, но это слово обозначает два разных значения. Хотя в еврейском языке было несколько слов, которые означали слово убить или отнять жизнь. В английском языке есть также такая разница. Есть слово to murder, а есть слово to kill. Они отражают два разных значения слова убийца. Слово убить. Например, to murder – это слово, которое означает враждующее, личное, криминальное действие отнятия жизни. Когда речь идет о to kill, речь идет о солдате на войне, речь идет о государстве, которое наказывает насильника, человека, который сделал очень много зла, и государство его наказывает смертной казнью. Другими словами, есть слово, которое подчеркивает отнятие жизни легальным способом. Задайте себе вопрос. Бог – убийца или нет? Видите, на русском языке это звучит очень сложно, потому что одно слово «убийца» означает и то, и другое значение. Но на самом деле, если вы зададите себе этот вопрос на английском языке или на еврейском языке, вы услышите очень простой вопрос, на который у вас будет очень простой ответ. Другими словами, убивает или does God kill people? Отнимает ли Бог жизнь от людей? Да. Несомненно это происходит. Отнимает ли Бог жизнь у людей убийственным, нелегальным, неправедным, греховным способом? Да или нет? Нет. Ответ становится очень очевидным. Но ввиду того, что мы в русском языке имеем только одно слово, которое подчеркивает два аспекта этого глагола, у нас часто могут происходить определенные неверные понятия, о чем же здесь говорится. Ведется ли здесь речь об убийстве как murder, или же речь идет об убийстве как to kill, а как отнятие жизни? Мы видим, что отнятие жизни в Библии описывается. Более того, Бог в законе Моисеевым говорит, что это одно из наказаний, которое следует людям за их преступные действия. Другими словами, есть форма отнятия жизни у человека, которое не является греховной. Ведь Бог, согласитесь, он идеален, да или нет? Бог грешит, согрешает или нет? Нет же, конечно, Бог идеален. Бог не может и никогда не даст нам повеление делать чего-то, что является греховным. Тем не менее, исход 22 глава, 2 стих. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Другими словами, я переведу это на современный язык. Если вы пришли домой и увидите вора, который крадет что-то у вас, и вы ударили его таким образом, что он умер, то вы не виноваты по этому стиху. По крайней мере, в то время по этому закону. Другими словами, есть определенные способы, определенные пути забрать жизнью человека, не считая это греховным способом. Ведь Бог бы никогда не способствовал греху. Он никогда бы не повелевал нам делать грех. Так вот, это еврейское слово «ратсах», оно использовано в Библии больше 40 раз. И каждый раз, когда именно это слово используется, оно практически всегда, за исключением одного раза, описывает личное, грубое, воинственное нарушение и убийство. Когда один человек в гневе, в ярости убивает другого человека, оно не описывает никогда правительство, когда правительство наказывает определенного человека смертью, когда он пришел через определенную планку по законодательству этого государства. Оно также не описывает никогда тот образ отнятия жизни, которое делает солдат во время защиты своей Родины. Более того, в числа 35 глава, 19 стих, мы видим использование двух этих слов в разных аспектах. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Другими словами, есть убийство, а есть умерщвление. Умертвить кого-то. По числам 35 глава, 19 стих, здесь явно разрешается умерщвление убийцы. Это не является греховным способом. Интересно заметить, что в Ветхом Завете, греческий язык, он более точен, и поэтому, когда мы смотрим эти слова в греческом, они более явно и точно и ярко подчеркивают эту разницу. И тогда уже не остается никакого сомнения об умерщвлении или об убийстве идет речь. Итак, есть некоторые принципы, которые мы можем почерпнуть из этих стихов. Первое. Умерщвление – это не убийство. Умертвить человека и убить человека на еврейском языке, на английском языке, но почему-то не на русском языке. Это два разных слова. Убийство – это незаконно, это неправедно, это греховно, это вопреки боли Божьей. Умерщвление – оно подразумевалось по закону, и Бог не говорил, что это было греховно. Это два разных вещи. Но тогда создается вопрос, а разве Бог не убийца? Убивал Бог людей или умерщвлял их? Потоп. Погибло очень много людей. Погибли, погибли много, много, много людей. Но проследите за этой мыслью. Согрешили ли все люди против Бога, да или нет? Я вас не слышу, да или нет? Да, из-за этого находятся ли они под судом Божьим, да или нет? Цена греху – смерть, правда или нет? Поэтому, когда Бог умерщвляет кого-то, это заслуженное наказание твоему и моему греху. Это не есть убийство в той форме, которая запрещается шестой заповедью. Это другое значение. Но, тем не менее, убийство – это была важная часть жизни этого народа. Оно запрещалось, оно наказывалось, и оно наказывается достаточно жестко, и тремя разными наказаниями. Первый вид наказания – оно наказывалось смертью. Исход 21-12. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти? Смерть за смерть. Кто-то убил человека – это наказывалось смертью. Второй вид наказания за убийство – это было наказание изгнанием. И мы видим пример этому даже Каина. Помните историю о Каине и Авеле? Посмотрите, что написано в следующих стихах. Бытие, 4 глава, 13-14 стих. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Третий вид наказания, который используется до сих пор, написан в Откровении, 21 глава, 8 стих. Это наказание изгнанием из Царствия Божьего. 21, 8, Откровение. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь какая? В озере, горящем огнем и серую». Это смерть вторая. Убийство – это серьезная вещь. Убийство – это очень серьезная вещь. Ведь Бог, а не я и не ты, имеет власть определять, кому давать жизнь и у кого ее забирать. Ведь верно ли? Посмотрите, Иов говорил, когда у него были куча проблем, и вот он говорит следующее, 21 стих. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Господь дает жизнь, Господь и забирает. Это власть Бога, это приоритетность, это суверенитет Божий. Другими словами, мы не имеем права на личном уровне говорить, что я имею право забрать у тебя жизнь. Это право принадлежит Богу, потому что Бог дал этому человеку жизнь. Наша же ответственность является забота о Его творении, любовь и проявление этой любви. Но тем не менее, Бог дает какую-то часть своей ответственности правительствам, правителям и государству. Он дает определенную ответственность и право, и привилегию наказывать людей смертной казнью. Посмотрите, что написано в послании к римлянам, 13 глава, с 1 по 4 стих, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящие власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Почему? «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Другими словами, не бойтесь государства, не бойтесь правительства, если вы не делаете что-то не так. Хочешь не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся». Почему бояться, если я делаю зло? «Ибо он не напрасно ночит» что? «Меч». Правителю государству был дан меч, потому что если ты делаешь зло, у правителя, у государства есть ответственность, защита невиновных и наказание зла. Это та часть, маленькая часть ответственности, которую Бог дал правящим в этом мире. И когда правительство, когда руководитель, когда начальник в этом контексте использует этот меч, он использует этот меч под властью от Бога. И он ответит перед Богом о том, как он использовал эту власть, которую дал ему Господь. Но задайте себе вопрос. «Ну, я же никого не убивал. Ко мне-то это сегодня не относится». Убийц среди нас нет? Каким образом эта заповедь сегодня, сейчас относится к тебе и ко мне? И вот следующий принцип, который я хочу вам сказать, это третий принцип. Опять же, первый принцип – это то, что отнять жизнь – это не значит убить. И второй принцип – это то, что Богу принадлежит власть принимать решение, кому дать и от кого жизнь забрать, и не от меня и от тебя лично. И третий принцип заключается в том, что убийство – это не столько действие, сколько состояние твоего сердца. Убийство. И эта заповедь, она говорит не столько о действии – ударить, собрать жизнь, ударить мечом, сколько она говорит о состоянии твоего сердца. Мы и ранее спросили, есть ли среди нас убийца. Никто, по-моему, не поднял руку, да? На английском служении был один человек, который поднял. Я не скажу вам его имени, но я думаю, что он знал, к чему мы идем. Задайте себе вопрос. Вы когда-нибудь имели гнев или ненависть к брату своему? Кто из нас не имел ненависть когда-либо в своей жизни? Поднимите руку. Все имели. Давайте посмотрим. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Всякий, ненавидящий брата своего, есть кто? Человек-убийца. Всякий, ненавидящий своего брата, есть убийца. И если никто из нас не может сказать, что у нас не было никогда ненависти в жизни, то каждый из нас мог попадать под это определение. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Другими словами, опять же, эта заповедь еще раз показывает, что речь идет не о действии, а о состоянии сердца. И как в том примере, который я говорил несколько недель назад, что когда вы идете к доктору, вы не доверяете этому доктору. И он вам дает рецепт и говорит, вот принимай вот эти таблетки, делай вот эти упражнения, и у тебя будет нормально. И ты выходишь из этого офиса, и ты разрываешь этот рецепт. Когда ты согрешил? Когда ты разорвал его или когда ты недоповерил этому доктору, сидя у него в кабинете? То же самое и здесь. Если кто-то пролил чужую кровь, если есть человек-убийца, это действие лишь конечный результат этой логической цепочки. А началось оно все вот здесь, с ненависти, с ненависти к ближнему своему. Почему? Потому что ненависть это один из корней, который выносит плоды человека-убийцы. Посмотрим 5 Иакова, 3 глава, с 5 стиха. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает, и язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вы слышите, что здесь написано? Все, почти все в этом мире можно укротить. И человек укротил всех животных, и китов в Сан-Диего, и дельфинов, и всех угодно. Но язык укротить невозможно. Знаете почему? Потому что то, что сходит с наших уст, это отражение того, что происходит у нас здесь. И это может быть смертельно. Это может быть смертельно. Это то, что двигает нашими словами и нашими действиями. И именно поэтому Господь говорит о том, что именно ненависть – это человекоубийца. Потому что это то, что двигает человеком из сердца и приводит его в действие отнятия чьей-то жизни. Будучи христианами, мы призваны заменять это, заменять это действие любовью, заменять это побуждение любовью. И мы опять возвращаемся к любви. Мы опять говорим о любви. Почему? 1 Иоанна 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Вздумайтесь в эти слова. 2 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Другими словами, мы знаем, что мы дети Божьи, что мы спасены, что мы с Ним, что мы в Нем. Как мы это знаем? Почему? Что здесь написано? Потому что мы любим братьев. Другими словами, любовь свидетельствует о нашем пребывании в Боге. Нелюбящий брата пребывает в чем? В смерти. Не в Боге. В смерти. Опять мы видим этот принцип, что то, что в нашем сердце, оно двигает нами, оно выливается в наши уста. И это не прилагается только к нашим друзьям, или братьям, или сестрам, сидящим рядом здесь с вами. Это даже прилагается нашим врагам. Матфея 5 глава 43 стиха. Вы слышали, что сказано? Это, кстати, говорится о десяти заповедях. Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обещающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Другими словами, вот что делают дети Божьи. Они любят не просто людей, которые делают им приятное, а даже своих врагов. Все возвращается к любви. Все возвращается к любви к Богу. К любви друг к другу. Ненависть. Ненависть. Ярость. Раздражение. Это все состояние сердца, которое создают вот эти корни, которые выливаются в конечном счете к человеку-убийцу. К убийству. Не для всех. Но убийство не происходит само по себе. Гнев. Гнев. Может быть, ненависть – это слишком такое громкое слово. Но я же правильный христианин. Я не ненавижу никого. Скажите, кто из вас когда-то не гневался на другого? Не рассердился на другого? Кто-нибудь есть? Давайте прочитаем. Матфея, 5 глава, с 21 по 22 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вы знаете, кто это сказал? Это сказал Иисус Христос. Не слишком ли жестко звучит? Кто разгневался на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, это знаете, на русском звучит грубо, но безмозглый, empty head, пустой, глупый человек. Обозвался ты на него. Глупец. Хорошо. Кто никогда напрасно не гневался над брата своего. Видите, как наш человеческий ум построен, чтобы все-таки лазейки найти, да? Напрасно. Но тем не менее, это звучит жестко, это звучит. Послушай, если ты на кого-то обозвался, глупцов его назвал, подлежишь суду Синедриона, а если ты скажешь безумный, подлежит гиене огненной. Грубо, жестко, нет, потому что Христос знал, что каждое действие, жестокое, грубое, оно начинается вот здесь. И корни всем этим действиям начинаются с называния своего мужа или женой именами, в гневе, иногда напрасном, в ярости, в ненависти. Ведь никто не просыпается утром и думает, а пойду-ка я убью кого-нибудь сегодня. Абсурдно звучит, правда? Но когда эта ярость, когда эта ненависть, когда этот гнев, он днями, годами, месяцами живет в сердце, он съедает человека, рано или поздно оно выливается в действие, оно выплескивается наружу. То же самое, как наши слова, рано или поздно показывают, что у нас вот здесь. И да, мы иногда делаем ошибки, говорим неправильные вещи, но в общем, рано или поздно, наши слова выражают ту тенденцию, которая у нас есть в сердце. Но Господь знает все наши помышления, знает все наши мысли, знает побуждение нашего сердца, желание нашего сердца. И поэтому Он говорит, что если эти корни есть, это такая же проблема, как то, во что эти корни вырастут и выльются. Иеремия, 17 глава, 10 стих. «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности». В современном переводе вместо слова «внутренности» написано «разум». «Испытывая разум, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его». Иисус не говорил что-то нового. Он не отменил этот закон. Этот закон был до этого, и он остался. Но он углубил наше понимание этого закона, этой заповеди. Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот что здесь происходит. Иисус не отменяет этот закон. Он не отменяет эту заповедь, но он говорит, что если вы раньше думали, что только поверхностное действие имеет значение, я вам говорю, что нет. Корни имеют значение. Ненависть имеет значение. Обзывание друг друг именами, покушение на суверенитет Бога, в ярости, в ненависти, в гневе. Напрасно. Они рано или поздно дадут плоды и вырастут в убийство. Как один из внешних показателей. Поэтому Иисус ничего не изменял в законе. Он исполнил его. Он показал, что вот понимание того, что было раньше. Вот как вам нужно понимать это было. И шестая заповедь всегда была об отношениях людей с Богом и с друг другом. Но мы вместе с вами смотрим на поверхность. И мы думаем, что речь идет о каких-то атаках, о пролитии крови, об убийствах. А на самом деле речь идет о нашем свадьшем сердце. О том, как мы относимся к другим. И как мы относимся к Богу. Скажите, неверующие люди, вы много неверующих знаете, которые убийцы? В вашем кругу окружения, на работах, в колледжах, знакомых. Кто-нибудь знает убийцу? Вот человека, который убил кого-то. Знаете, да? Может быть, один-два из вас. Но большинство людей они не убивают. Они не убийцы. Они также не нарушают эту заповедь. С поверхности. Скажите, в чем разница между нами и с вами, будучи следователями Иисуса Христа, от этих неверующих людей? Если все, что мы смотрим, это только на поверхность. Если мы тешим себя тем, что это ко мне не относится, потому что я никого не зарезал, никого не пристрелил, никого не ударил до смерти, а игнорируем то, что пускает корни в нашем сердце и рано или поздно приводит в эти внешние вещи. Друзья, мое пожелание, моя молитва о том, чтобы наша церковь, она смотрела не только на поверхностные вещи, чтобы она смотрела не только на поверхностные исполнения этих заповедей, а смотрела то, о чем говорит Иисус Христос, на какие корни прорастают в вашем, в моем сердце сегодня. Давайте вместе с вами молиться и просить Бога о том, чтобы Господь правильные корни через работу Святого Духа пускал в вашем и в моем сердце, чтобы они не пускали правильные плоды, чтобы они вырастали в правильные плоды, и чтобы мы не обращали внимание только на внешние вещи, теша себя, что я вроде бы неплохой христианин. Я говорил, часто использую эту статистику, я где-то ее слышал, она мне понравилась, в том, что средний статистический христианин считает себя лучше среднестатистического христианина. Это факт. Если мы сделаем опрос здесь сейчас, сегодня, большинство из вас скажет, я немного лучше, чем средний, а статистически вы средний. Друзья, давайте смотреть на наше сердце, чтобы наше отношение с Богом это величайшая заповедь, и наше отношение с друг другом это описывалось любовью, чтобы мы свидетельствовали о величии, о могуществе, о суверенитете Бога, не исполнением поверхностных вещей, которыми мы не отличаемся от мира, а тем, чтобы наше сердце настолько отличалось ценностями и принципами, которые дал нам Господь, что действительно люди из мира, люди из Такомы, люди из Вашингтона смотрели на тебя и на меня и сказали, я хочу быть частью этого, я хочу принадлежать такому Богу, которому принадлежишь ты. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok